Поэтому такая картинка, она не совсем корректна. На самом деле, здесь должен быть наклон. Наши оси не ортогональны, что, соответственно, усложняет интерпретацию модели. Таким образом, сейчас мы решили задачу оценки, во-первых, оси, а точнее двух осей, которые мы получили. Мы видим, что первая ось выражает степень удовлетворенности, вторая выражает эмоциональный накал. Мы посмотрели, какие точки для одной и второй переменной между собой близки, какие далеки, особенно если по проекциям смотреть. То есть, это своего рода карта сознания обобщенного респондента по поводу исследуемых вопросов. Если бы мы хотели оценивать, например, только близость или удаленность вот этой переменной Q1, она у нас сейчас строковая, то мы могли бы выбрать тогда не symmetrical normalization, а, соответственно, column, точнее row normalization, поскольку переменная строковая. Она бы тогда у нас была бы факторизуемой в пространстве факторизующей переменной, то есть в зелененькой пространстве материального положения. Это немного другая задача, но принцип ее решения тот же самый. И перед распределением инерции, собственно говоря, вот изменение визуальное, которое произойдет, если мы изменим с symmetrical normalization на row normalization, визуальные изменения, на мой взгляд, не принципиально, поэтому, в общем-то, на мой взгляд, можно остановиться на symmetrical normalization. Наша модель достаточно качественная, объясняет и в сумме большой процент вариации или инерции, и по каждой конкретной переменной, и наши переменные не имеют излишне высокого стандартного отклонения. Таким образом, мы подтвердили, что наши шкалы работают, заданный ими порядок соблюдается в голове респондента. Также мы узнали, каковы расстояния между точками в голове респондента. Также мы узнали, что...